Здравствуйте, продолжаем изучение Мишны. Трактат Сука, 4 глава, 9 Мишна. Говорит святая Мишна, не сух, а майн кайцад. Возлияние воды каким образом совершалось? Мы в начале этой главы говорили о том, что была заповедь в храме в праздник Суккот возливать на жертвенник воду. Хотя обычно во время жертвоприношений на жертвенник возливали вино, то в праздник Суккот кроме вина возливают еще и воду. Это была большая, очень радостная такая церемония. Мишна здесь описывает, как это происходило в храме. Вообще-то удивительно, что у нас уже более двух тысяч лет нет храма, но мы в подробностях и в деталях знаем, как происходило служение в нем. Значит, это для нас на самом деле важно. Золотой сосуд, вмещающий три лога, это примерно между литром и двумя литрами воды, наполняли из шилоаха. Это источник, который в Танахе называется Гихон, находящийся до сих пор в Юрусариме, недалеко от храма. И этот источник, в нем очень чистая вода. И гиу-ле-ша-ра-ма-им, таку-вэ-рю-ве-таку. Достигли водяных ворот. Это одни из южных ворот храма, вход через который как раз находился напротив жертвенника, для того, чтобы воду занесли самым прямым путем. Они называются, понятно, почему они называются водяные ворота, поскольку через них вносили воду для возлияния на жертвенник. Так вот, достигли водяных ворот, протрубили протяжно, прерывисто и снова протяжно. То есть трубят, мы говорили про это тоже, в храме и в шофар, и в рок, и в хацут-срот, в духовые металлические музыкальные инструменты. Так в данном случае идет речь про трубление в хацут-срот, в трубы. Это в знак радости. Дальше, после того, как зашли в храм, поднялся по пандусу к жертвеннику, к большому жертвеннику, нельзя, чтобы вели ступени, это написано в Торе, ведет по логе пандус, по которому коины поднимаются на жертвенник, и повернул налево, в левую часть жертвенника. Прошу прощения, забыл еще перевести последнее из этого предложения. Две серебряные чаши стояли там. Раби Иуда говорит, из известняка были они, только потемнело их поверхность из-за вина. То есть это чаши, из которых возливали воду, но иногда из них возливали тоже вино. И известняк, то есть он белого цвета, но если он соприкасается продолжительное время с вином, то он чернеет, он становится внешне похож на серебро. И нечто вроде тонких носиков было у них, через которые выливались вино и вода, один пошире, а другой потоньше, чтобы и вино и вода выливались одновременно. То есть два коина должны были совершать это служение. У него одного в руках была чаша с водой, а у другого чаша с вином. Значит, и в жертвеннике было два отверстия, в одной из которых наливалось вино, в другую вода. Эти отверстия, они спускались вниз под землю, куда-то в глубины. То есть там это куда-то уходило, эти жидкости, они уходили под землю. Так дело в том, что оба коина должны были одновременно начать и закончить возливать и воду, это один тот, который возливал воду, и вино. Проблема в том, что вода, она более текучая, чем вино, вино, она более густое, поэтому носик, который был сделан для воды, он был уже, чем носик емкости для вина. Таким образом, было рассчитано, что одновременно вылиться одинаковое количество вина и воды. Продолжаем мишну. Для воды заповедь исполнил. То есть смешивать нельзя, но если перепутали местами, ничего страшного. Рабиуда говорит, один лог возливали все восемь дней, а совершающему возлияние говорят, держи выше руку, потому что однажды некто вылил воду для возлияния себе на ноги и закидал его весь народ своими трогами. Это такое интересное событие. Дело в том, что в Торе эта заповедь возлияния воды на жертвы, как в праздник Суккот, она не указана прямым текстом. Это устная традиция. И была такая большая секта, очень распространенная в период второго храма, Саддукеи, известная Саддукин, которые не признавали устную традицию. Они признавали только письменную Тору. Так был однажды коин, который был Саддукеем. И он считал, что не нужно возливать воду на жертвенник. Но есть порядок храма служения. Так что он сделал? Он демонстративно поднялся на жертвенник с сосудом воды, которую начерпали. И там стоит весь народ, полный храм людей. И он выливает эту воду, вместо того, чтобы вылить это в специально предназначенное отверстие для жертвенника, выливает ее себе на ноги. Так народ, который, видимо, был возмущен, и, видимо, народ разделял мнение мудрецов, а не Саддукеев, поскольку это праздник Суккот. В руках у людей были и троги цитроны. Это один из четырех видов растений, которые мы исполняем за путь праздника Суккот. Народ закидал его и трогали, видимо, насмерть, потому что там было полумиллиона человек. Поэтому после этого события начали говорить Койну, держи выше руку, чтобы все видели, что он выливает в положенное место, а не себе на ноги, чтобы больше таких событий трагических в храме не происходило. Продолжение следует...